добрый вечер здравствуйте начнем с начала города кант в киргизии вы родились вы знаете киргизы говорят что человек умрет там где первую каплю крови уранил вы вам месяцев 9 было когда вас родители с канта увезли да да то есть вряд ли вы свою кровь но почему тогда они же говорят там где пуповину перерезали а и вот там куда падает вот эта капля крови от пуповина добре шаррада и надо сказать что это биологическое чувство она меня посетила я не был в канте соответственно 52 года я туда приехал к я уже был министром культуры и я понял что я наверное может быть я не тороплюсь конечно но там хочу мне очень ко мне очень хорошо вообще в киргизии я себя чувствую я чувствую что это вот такая биологическая какая-то история но такая же как москве тоже откуда бы ты не прилетал эти москви прожил 68 лет и откуда бы ты не приезжал к это подлетаешь в москве вот ты чувствуешь что вот вот тебя отпускает и это очень такое важное для меня чувство всю жизнь поскольку я много летаю много езжу и ездить начал шестьдесят восьмого года приблизительно может быть даже шестьдесят седьмого я вот это ощущение возвращение домой в москву оно очень важно выросли подмосковным по-моему военным да городке вы знаете я вообще вырос совсем неподалеку от этого места где мы сейчас с вами находимся я вырос на на пересечении селезневской улице и краснопролетарской сейчас она по-моему называется долгоруковская это около метро новослободская я там вырос таком маленьком двухэтажном доме который когда-то принадлежал такой был борец сычев которому купцы в честь его побед до революции подарили двухэтажный дом в этом квартире которому жили на втором этаже жила его родня жили сычевы а но поскольку это было время уже советское такое то дед там жил мой с 21 года по маме по маме по маме на линии с друг 21 года и это была большая коммунальная квартира с одним как бы сказать и мылись и готовили у нас был один кран на кухне и долго не было газа никакого и готовили на керосинках и я это очень хорошо помню и топили печки и дровами естественно в комнате до в комнате топили печки к укажу была своя печка в этом в этом домике двухэтажном и это был такой нормальный укажу был там во дворе был сарай там кололи дрова там хранили какую-то еду и запирали на замок но все как полагается и так было до шестьдесят наверное второго или третьего года то есть я помню что все все газификация у нас дошла до нашего дома уже после того как полетел гагарин в космос потому что я вспоминаю в детстве вот три часа просыпался и это изморозь была на стене потому что эту печка естественно грела не не всю ночь и вот значит такая изморозь выступала зимой но отец мой был военным и он жил в разных военных городках и я к нему ездил потому что они там с мамой развелись довольно рано мне было пять лет и и он жил в городках там он в таманской дивидии служил потом он служил уже в монина это вот академии гагарина но он не был там высокообразованным и получив много там образования человеком он был полковником да да полковник да он всю жизнь был связан с армией уже он во время войны естественно был призванный служил и первая семья к сожалению погибла его и два у него было двое детей и жена его они погибли жизнь отец мой был он прошел такую тяжелую жизнь человек который сам себя сделал и повторю вот горячую воду в квартире я увидел первый раз когда он получил комнату в лефортово там и это было для меня произошло сильное впечатление ванна это ваш память это совершенно все другое вот почему так люди любили ходить в кино куда-то там в музее это было и это был еще выход из таких быта коммунальных квартир скопизм такой быт быта коммунальных квартир они приходили куда-то на метро мы в метро маяковская и видели вот этот роскошь у метрополитена и это был целый целый сад был праздник понимаете это все мы как бы сейчас когда мы все живем в отдельных квартирах когда там в отдельных домах даже и так далее и так далее вот этой остроты этой нету и а тогда была старта необычайно каждый петь и тогда вот я был мы с отцом ходили в кино это туда нужно было попасть попасть в кино там когда он у него был там воскресенье он меня брал куда-то попасть кино я стоял в очередь в баню например в селезневскую дед мой они с отцом пары под поддерживали отношения несмотря на то что мама с папой развелись да вот дед мой соседи моих квартир там дядя саша там дядя федя его сын вовка мы значит хотели в селезневские бани нас посылали мальчишек занимать очередь в субботу была рабочий день и поэтому мужчина приходили как бы в субботу во второй плане дня поэтому мальчишки занимали очередь в бане то что помыться в бане а уж там не знаю выпить кружку пива для них это была такая субботняя расслабуха и это было это было все это все совершенно другой быт понимаете это совершенно другая жизнь и вот эти там два часа в бане с этими шай это было этом для подросткового сознания это был огромный огромный мир вообще это все было знаете как странно когда мне было там лет 7 8 вот я жил на углу селезневской и краснополитарской ныне долгоруковской и вот я шел переходя вот в нынешнюю вот новослободскую улицу я же не знаю как она называется и шел как бы к центру к улице горького мы шли там с мальчишками это было целое путешествие мы видели какие-то большие дома наш мы жили как бы ну почти в предместе эти двухэтажные домики или там трехэтажные были повсеместностью а там был у нас один патерянный дом деревянный я жил в деревянном доме барак но это не барак это такой но я не могу сказать что это такое но это был деревянный дом это двором с сараями повторю с дровами которые мы пилили кололи потому что углем не топили углем было дороже как ни странно и поэтому значит все заготавливают дрова на зиму и это были целые путешествия вот по мере того как я взрослел вот это путешествие от моего дома там до улицы горького становилось совершенно коротеньким понимаете и мы ходили еще на площадь коммуны который называется площадь суворова да в центральный театр советской армии и это тоже было целое путешествие это было огромное пространство где это огромный театр он потрясал и там были выдающиеся артисты вот я там впервые мальчишка видел зельдина островского фетисову там михаил михаилович майорова старшего попова андрей лисеевич это все были это был огромный мне он открывался очень постепенно да а когда ты взрослел то все становилось изменялось масштабах становился меньше но вот это воспоминание об огромности путешествия от моего дома до там условно говоря улице горького она сидит во мне до сих пор это странное было чувство и я думаю что открытие мира происходило именно таким вот на ощупь как говорится это было очень интересно причем мы учились в школе который находился рядом с каланчой пожарной где пожарники играли в волейбол в таких линялых майках как теперь их называют алкоголичками и так далее других маяк пусть не было да да вот такие майки в черных сатиновых трусах они играли в волейбол а все знали что в этой значит пожарной колонче перед отправлением в бутырскую тюрьму находился владимир владимирович маяковский поэтому к этой колонче и к этим ребятам которые играли в волейбол относились к каким-то особым почтением такой власть они что они именно его на счетом держали в этой колонче но это это было совершенно счастливое и другое время при том что мы были очень политически органированные я помню что когда мы сидели хрущева сняли все четвертом до году да то есть мой мне было 16 лет я уже учился там в десятом классе мы заканчиваем девятый заканчиваем а общался 11 лет мы уже курили естественно и читали газету правда где было сидели в сквере курили и читали газету правда где было написано о том что вот центральный комитет там пошел на встречу и на пенсию отправил никита сергеевича и мы были очень и обсуждали это очень все серьезно это не было мы не были аполитичны мы очень серьезно были встроены в такую советскую жизнь неужели подростки считали что что-то может повлиять на их жизнь из того что происходит политбюро в 68 году я объяснял одной зарубежной даме сердце что ты пойми что мы сейчас живем свободнее потому что раньше боялись стука в дверь там боялись шуф как бы шелеста машин которые даром поезжали да а мы сейчас уже не боимся она просто так смотрел меня загрузка как же вам мало надо сказала это был 68 год это скоро наступил август числовакии тогда и тогда в мой позвоночник вернулся страх но это вообще серьезная история потому что вот это вот постепенность понимание она была конечно очень медленной и на самом деле я и там восемьдесят девятом году и в девяностом верил в социализм человеческим лицом я говорю это без иронии мы хотели какого-то такого свободного социализма и вот там почему так переживали всегда числовакию потому что нам казалось что эта идея социализма человеческим лицом она очень важна потому что мы всем я и сейчас марксист на самом деле я никуда от этого там особенно далеко не ушел но на самом деле это было важное чувство потому что мы все мечтали о справедливом обществе нам казалось что мы живем в справедливом обществе это правда и но вот если она будет посвободнее если будет искать экономика на хозрасчет перейдет и тогда появится товар в магазинах то вот тогда но мы все во всем винили естественно вооруженное окружение которое не дает нам жить спокойно куда бы ты ни приезжал был военный завод был военный завод где у тебя бы ты не был а у нас в основном а у нас все промышленность это в основном военный в любом городе куда бы ты ни приезжал но я вам скажу честно в принципе я никогда не забуду в 87 году в 1987 году надо прибавлять уже некоторые когда мои студенты думают что я вот и в девятнадцатом веке жил там в 18 значит так вот в 1987 году марка захарова был спектакль по пьесе шатрова назывался на диктатуру совести и после этого спектакля он был о ленине естественно гуманизме может ли быть социализм человечным и после спектакля было обсуждение был вопрос а где больше социализма вот в советском союзе или где-то выступала там американка одна который сказал вообще социализм больше всего у нас и это вызвало тогда приступ какого-то такого ну такой социальной ненависти просто как-то у вас больше социализм но на самом деле действительно вот мы в этом году отмечаем столетие революции и дата революция сто лет назад имела действительно всемирное значение потому что все буржуазные страны вынуждены были из опасения того что у них случится то же самое идти на целый ряд очень серьезных социальных реформ это было очень важно реформы шли очень же медленно и в разных странах по-разному с разной скоростью сейчас кто не помнит напомню например во франции женщины получили право голоса только после второй мировой войны по сорок шестом году если ошибаюсь когда было левое правительство очень у власти тогда после победы над фашизмом но вот 8-часовой рабочий день там выплаты по социальному страхованию выплату ну и так далее тогда это результат определенной такой деятельности связанной с революцией все боялись того чтобы я то что произошло в россии и надо сказать что для нас это было тоже очень диковинным поэтому когда мы проснулись в 92 году в другой стране то шутка которую мы часто повторяли имела смысл мы говорили о том что все что нам говорили про социализм было враньем а то что там будет про капитализм было правдой вот все что марксисты говорили про капитализм было правдой и это это реальность на самом деле потому что я думаю что одна из серьезнейших проблем сегодняшней жизни это то что мы до конца не формулируем в одной простой вещи а в каком обществе мы живем с точки зрения на социального устройства вот что это за общество капиталистическое ясно что не социалистическое пост капиталистическое там пост социалистическое это серьезная тема на самом деле потому что у вас есть ответ на этот вопрос какому ну он требует более большего пространства чем сегодняшняя программа но совершенно очевидно что есть некоторые противоречия между скажем конституцией которая написана что мы живем в социальном государстве ну и реальностью когда становится больше платного образования больше платных медицинских услуг и так далее и так далее то есть совершенно очевидно что обязательства государства не выполняются по там по целому ряду причин за развитие экономики там и так далее но очевидно что такой капиталистический элемент нашем сегодняшнем очень сильно мы просто никогда не формулируем но никто не берет они скажут мы живем при капитализме даже а раз мы живем при капитализме почему говорят то значит а мной так далее так далее так далее потому что с моей точки зрения одна из там серьезных проблем у нас не любит например там олигархов у нас любит богатых людей а это люди помимо всего прочего которые должны развивать индустрию и должны создавать новые рабочие места и это же очень важный момент это важный момент поэтому понимание например у нас по настоящему с моей точки зрения консервативной партии ну в том смысле вы там как если говорить о республиканцах в в америке скажем да или от стал демократах а христианских демократов германии которые очень дрейфуют влево да у нас пожалуй что и нет потому что что такое настоящий консерватор настоящий консерватор это минимализация налогов но и минимализации социальных обязательств государства то есть создаются условия для которых людям говорят вот вот вам условия определенные выживайте выживайте зарабатывайте вы учитесь отвечать сами за себя учитесь развивать собственные бизнесы и так далее и так далее но государство при этом в общем снижает все социальные обязательства перед вами понимаете я понимаю это сформулировать очень страшно потому что для политиков это означает сразу отток избирателей да поэтому есть какая-то такая вот странная такие странные качели мы говорим нет 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 все таки есть социальные обязательства мы должны заботиться о пенсионерах там мы должны заботиться о молодежи мы даем ну и так далее и так далее мы должны заботиться о культуре и вот во второй части нашей передачи мы поговорим о культуре и о вашем театре договорились итак о культуре прежде чем мы начнем говорить о театре я хотел бы спросить вас что в вашей системе координат является самым большим достижением на посту министр культуры вы знаете я начал с другого я начал с того что являлось достижением министр сидорова который позвал меня работать за министителем министра культуры да и константин чербаков был его тогда первым замом что было достижением нашей команды в начале 90-х годов я еще раз повторю министром был евгений сидоров мы мы тогда ухитрились в полном отсутствии денег сохранить сеть культурных учреждений которые оказались бесхозными во многом прежде всего потому что из сегмента культуры ушла такая мощная корпорация как профсоюз потому что профсоюзы были владельцами огромной сети культурных учреждений это были дома культуры библиотеки в советском союзе вообще профсоюзы были серьезные корпорации они владели очень многим санаториями домами отдыха разного рода профилакториями это была огромная такая индустрия социальной жизни со своими собственными доходами это было серьезно они в одночасье бросили очень много они бросили библиотеки они бросили дома культуры то что было невентабельно надо было освобождаться от всего непрофильного как казалось тогда это была такая политика до сих пор еще не от всего правда отказались но особенно богатые какие-то там индустриальные корпорации они еще держат дома культуры какой-то там череповецкий металлургический завод например они держат это правильно в каком-то смысле но тогда от многого отказывались нам надо было сохранить сеть культуры потому что позиция было не до культуры денег не было совсем не было денег я был замминистром я курил короткое время экономику я такую медную табличку прибил к двери у себя своего кабинета где было написано денег нет денег действительно не было и вот это достижение было пожалуй кардинальным но мы действовали абсолютно в духе социалистического понимания обязанностей государства перед культурой оно у меня существует до сих пор при том что я как бы рыночник да и я считаю что рыночные отношения в культуре возможно и есть сегменты культурные культуры в котором возможно рыночные отношения да но есть сегменты в котором государство должно взять на себя полную ответственность полноту ответственности если говорить о том что я сделал на посту министра культуры то наверное благодаря поддержке президента я говорю об этом не потому что я должен это сказать а потому что это истинная правда благодаря поддержке Владимира Владимировича Путина мы сделали одну очень важную вещь мы остановили отток артистов из российской федерации потому что когда я стал министром я понял что одна из самых больших проблем это кадры потому что артисты в большом театре получали 200 долларов в месяц и их никогда не было потому что они зарабатывали за границей ну и аналогичная ситуация была и в Мариинке и в лучших симфонических оркестрах ну и так далее вот тогда родилась идея грантов надо сказать что тогда очень большую роль сыграл Юрий Тимирканов которым мы тогда мысль доводили до президента и Валерий Гергиев свою роль сыграл и тогда появилась идея грантов которая позволила кардинально изменить оплату труда в лучших коллективах и это с моей точки зрения было важнейшим таким решающим фактором который позволил нам сохранить просто качество искусства и культуры в России второе я думаю это то что нам удалось и моим первым замом который занимался кинематографом была Саша Глутова Александр Сеевич Глутова нам удалось отбить постоянно существующую идею о квотах все в теме говорили что надо ввести квоты на западное кино разве не надо а этого делать не нужно было тогда это и сейчас не нужно делать объясню по какой причине мы придерживались абсолютно экономического подхода к развитию российской национальной киноиндустрии когда мы я стал министром в России было 150 экранов оснащенных современным тогда оборудованным этот долгий стерео 150 для сравнения я вам скажу что в Америке тогда было 39 тысяч экранов во Франции тогда было 6 тысяч экранов а в России было 150 и поскольку вся сеть находилась в руках частников кинотеатральная да а зарабатывали они на американском кино то я отбивался от всех и говорил оставьте их в покое пока они не разовьют сеть говорить о квотах невозможно и тогда позиция наша была другой надо не квоты вводить а надо развивать национальную киноиндустрию и нужно вкладывать деньги в производство и нужно давать деньги не только метрам а молодым у нас соотношение между молодыми и метрами было приблизительно так метра получали 60 процентов того скромных денег которые были а молодежь получала 40 и мы поддерживали не только дебют но и второй фильм потому что дебют часто успешные а на второй фильм очень трудно найти деньги даже рынка не было для того чтобы найти деньги пускай они ищут деньги на рынке но рынка не было не было рынка это отдельная совершенно история и вот сегодня все таки в России больше 4 тысяч экранов это немного много для нашей страны потому что в принципе для того чтобы фильм заработал там как вот считают эти бокс-офисы все продажу билетов в первый уикенд в первые выходные дни для того чтобы по-настоящему все работало для страны с населением 146 миллионов человек коей является Россия ну нужно с моей точки зрения ну хотя бы 8 тысяч экранов а то лучше бы и 10 тысяч экранов и пускай не говорят о том что нет мол пустые залы и так далее и так далее неважно нужно определенное количество экранов чтобы фильм отбивался в прокате тогда можно условно говоря тысячу экранов отдать на артхаус то чего у нас нет совершенно на авторское кино в Америке там 40 тысяч экранов 2 тысячи экранов это количество это сеть для некоммерческого кинематографа то есть нужно выстроить на самом деле экономическую модель когда уже закончилось мое пребывание на всех постах в культуре это был 2008 год когда закрыли агентство по культуре кинематографии которую я возглавлял мы держали порядка 26 процентов репертуара российское кино и 27 держали по репертуару и 26 по доходу это было немало потому что когда сказали что мы полные болваны все мы делали неправильно и надо все делать по другому в прокате оказалось 13 процентов русского русского кино 13 двое меньше да и сегодня мечтают о 30 а в 28 году в 2008 году если посмотреть без всяких мы главная задача была не дать как бы сказать задавить экономику с помощью идеологической фразеологии это же бессмысленно совершенно бессмысленно для того чтобы сегодня российское кино заняло нужное место в прокате очищенном нужно много производить чудес не бывает в свое время товарищ сталин в 40-е годы сказал нам не нужно такое большое количество фильмов будем производить только шедевры да но не бывает так для того чтобы было там два шедевра в год нужно производить минимум 150 картин минимум да и тогда будет два шедевра а может быть один может быть там пять замечательных картин десять очень хороших все остальное трэш это нормальный результат вы когда говорите об американском кино вы тоже называете 15 картин в год в лучшем случае при индустрии которая производит больше 400 картин в год ну они у них в разные годы по-разному но меньше 350 они никогда не производят до там 450 да из них десять хороших и один там выдающийся да вот и вся история чудес не бывает культура это вообще среда вот важно понять что культура для того чтобы появился один гергиев один тимирканов там один табаков нужно чтобы было много людей о которых мы вообще ничего не знаем и по-другому не может быть вообще не может быть и второй момент я думаю что тогда мы впервые заговорили об очень важном обстоятельстве знаете у Пушкина есть такое выражение очень важное публика образует драматические таланты еще раз повторю публика образует драматические таланты для того чтобы было высокое искусство нужна образованная публика для того чтобы появился толстой гоголь достоевский даже пушкин нужно чтобы было хотя бы десять тысяч очень образованных читателей что и было на самом деле в россии это потом пришли миллионы десятки миллионов необразованных читателей зрителей и так далее и все радовались что матросы там смотрят в большом театре балет да они смотрели балет в большом театре но и балет должен был не только матросы к большому театру приблизиться но и балет должен был приблизиться к матросам и это вот снижение качества за счет массовости оно безусловно произошло вот когда три тенора пели на футбольном стадионе первый раз все говорили вот мечта большевиков свершилась культура пришла в массы сидело там 120 тысяч человек и три тенора пели популярную музыку они им не пели там ни кольцо ни белунгов вагнера они не пели шестаковича какую-нибудь катерину они пели популярную они пели популярную опернарии поэтому тут важно понять что вот это вот соотношение публики и искусства оно очень взаимозависимо у нас деградирует публика деградирует деградирует с моей точки зрения да потому что если вы посмотрите репертуар скажем филармонический то увидите что моцарт чайковский там вивальди и на этом как бы афиша почти источник ну нет на самом деле это та популярная музыка симфоническая которую любят слушать люди и очень трудно там им слушать даже шестаковича иногда трудно но просто по одной простой причине проблема культуры это не проблема искусства и даже не проблема это проблема школы это проблема дошкольного образования эстетического образования в школе необходимо гуманизация образования и тогда мы получим подготовленную публику которая будет в свою очередь формировать искусство понимаете и это отдельная тема это вообще можно об этом можно говорить я могу говорить очень долго потому что сегодня важно понять что для принятия сложных решений нужны сложные люди а сложные люди рождаются не в индустрии знания только они рождаются в индустрии это не индустрии в системе развития их внутренних качеств они должны сложно воспринимать мир для этого они должны общаться с искусством и культурой это очень простой ответ на самом деле очень трудно для реализации мы когда-то с Владимиром Михайловичем Филипповым когда он был министром образования создали совместную рабочую группу по проблемам мы хотели начать реформу гуманитарного сегмента в образовательных программах школ потом все это закончилось все стали говорить что информатика 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 но на самом деле при всем моем уважении к цифровой экономике дело в том что для того чтобы ей заниматься нужно уметь к ней адаптироваться понимаете а чтобы уметь адаптироваться нужно чтобы люди как бы знали как это делается потому что мы можем потерять себя я повторяю об этом могу говорить долго и не на сцене московского театра мюзикл где мы сейчас находим вот московский театр мюзикл он какую-нибудь лепту вносит вот в это дело усложнение аудитории и повышение там цен за образовательного публики в целом московской это я боюсь приводить на это все чтобы прийти в кабаре и сказать вообще вы оказываете влияние на развитие просвещения а почему почему нет вы знаете я вам скажу так мы так получилось что театр родился после того как у меня закрылась программа на телевидении которая называлась жизнь прекрасна и когда я сделал эту программу жизнь прекрасна где мы пели песни с Леной Перовой да по два часа по воскресеньям я помню помню программа которая имела успех я имел успех у всех продавщиц на рынках в магазинах в прачечных в общем я ее тогда придумал мне говорят как тебе не стыдно ты ведешь там культурную революцию ты профессор как тебе не стыдно дрыгать ногами и петь я говорил вы не понимаете одной простой вещи людям надо регулярно говорить что жизнь прекрасна что они хорошие что они добрые что все равно добро победит в этом мире зло и иначе они будут недобрыми злыми там и так далее и так далее и так далее и хотя бы там два часа в неделю им надо об этом рассказывать это очень важно и когда закрылась передача то я решил что ну давайте попробуем сделать как пойдем другим мы пойдем другим путем Синуточка а почему она закрылась то есть мотив какой был по разному нету рейтингов нету того нету сего а не было доли понять не имею я вообще этим не интересовался думаю что она была ну по каким то другим соображениям может быть нужна была более молодая аудитория и для того канала где мы работаем ну то есть это вне зоны каких то личных конфликтов каких то какие то со мной будут личные конфликты вообще нет личных конфликтов может быть мы создавали тогда еще ДК Горбунова и в общем делали это на ощупь очень многое я понял что я хочу чтобы люди приходили в театр и на три часа на два часа они чувствовали себя счастливыми вот у нас разные идут спектакли и преступления и наказания опера Артемьева рок опера Артемьева которые очень пользуются большим интересом молодежи и все о Золушке там мы делаем программу жить прекрасно шли растрачки шли времена не выбирают сейчас огромным успехом пользуется принцесса цирка и мы будем дальше делать и цирковые программы и музыкальные спектакли мы сейчас сделаем спектакли для детей как раз в следующем сезоне уже вот в этом сейчас в новом году выйдет детский спектакль чудеса и куролесы на музыку Баскина а я думаю что в январе будет цирковая программа в стиле такого цирк нового такого совершенно направления нового циркового и только для одного мы хотим чтобы люди приходили сюда и почувствовали теплоту доброжелательность добросердечность чтобы они открылись лучшими своими качествами вот надо делать такой такие спектакли которые бы открывали публики открывали зрителям то что жизнь они живут не напрасно что жизнь это не только трагедии драмы при всем том что мы показываем как управлять преступления и наказания это не не выдавили совсем но задача моя лично раскрыть в человеке во время того что мы делаем его лучшие человеческие качества вообще это очень важно потому что вы поймите люди ведь приходят в театр получить нечто такое чего они о чем они забыли и что они имели в детстве в свое ведь вот знаете лет ну по-разному бывает лет в двенадцать или в четырнадцать или там у кого-то в шестнадцать люди перестают играть да единственное нас чему не учат это играть вот ребенок даже без игрушек он начинает играть там что-то придумывать так далее а в какой-то момент останавливается вот эта жажда бескорыстной игры она в людях живет они приходят в театр еще посмотреть на то что есть какие-то сумасшедшие которые продолжают играть в зрелый мозг поверьте мне они открываются какими-то самыми такими важными и затаенными струнами души они приходят смотреть не только там идеологию вот некоторые там говорят нужно делать патриотическое искусство там идеологическое искусство поверьте мне не нужно есть ну надо делать искусство потому что любое искусство которое цепляет человека и делает его чуточку лучше чуточку добрее чуточку ну доброжелательно если угодно а это уже патриотическое искусство ну вы знаете вот вы говорили про голливудскую продукцию у них Идеология очень грамотно прошита даже в кинокомедиях, даже в криминальных фильмах. Я что имею в виду? Ну, допустим, даже в анимации у них «Серый волк», «Красные шапочки» говорит с русским акцентом. То есть они вот эту вот свою линию проводят очень грамотно, постоянно и последовательно. Вот я могу сказать только одну вещь. Нужно ли нам во всем следовать тому, что делают американцы? Вот это колоссальная ошибка. Мы не американцы. У нас другая традиция. У нас самыми великими патриотами были люди, которые писали о России достаточно горькую правду. Я могу назвать и Гоголя, и Пушкина, и Лермонтова, и Достоевского, и Толстого. Все великие писатели Шолохова и Шаламова, они писали о России вещи горькие, но при этом восхищались страной и людьми. Это очень важные качества. Мы очень часто путаем многие вещи. Мы путаем государство, власть, отечество – это разные все вещи. Народ – это разные вещи. Можно не любить государство, как не любили его Лермонтов или Салтыков-Щедрин, но при этом любить отечество. Понимаете, это важные вещи. В этом смысле патриотизм, когда мы говорим, это же не лобовое, там только такое желание рассказать какую-то простую правду. Люди – это простую правду, на самом деле, ты знаешь. Это отличная тема для нашей следующей беседы, которая, надеюсь, состоится. А я хочу финишировать на том, что мы, люди, должны любить театр. Спасибо вам за то, что вы делаете. Мы должны любить отечество. Это очень важно. И свой народ. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо.